Дорогие друзья, приветствую вас! Сегодня третья часть видео обзорного, что касается ингаляции водорода, как я пришел к этому техническому решению, обзор существующих технических устройств, за, против, нюансы и многое-многое другое, что позволит вам сделать выбор, а какое же устройство приобрести. Ну и самое главное, в последних частях мы раскроем, а зачем вам это, зачем вам улучшать качество вашей жизни, и действительно ли оно работает, и насколько эффективно. Ну а мы продолжаем. Последнее, о чем я с вами беседовал, это то, какие существуют аналоги технического решения, производящие либо водородную воду, либо водород, который поступает через назальные конюли. Ну а требуется двойная дистиллированная очищенная вода, которая, опять же таки, может быть контрафактная, и если вы приобретаете контрафактную продукцию, то у вас, возможно, придет негодность протонно-обменная мембрана, которая стоит в вашем устройстве. Зачастую данные технические решения, ну, в сравнении с нашим техническим решением, стоят в два-три раза дороже. Требуется двойная дистиллированная вода. И, соответственно, еще один нюанс, это то, что данное техническое решение импортного производства, оно непонятно, кем будет ремонтироваться, кто будет осуществлять гарантийный ремонт. Если вы обратитесь на Алиэкспресс и так далее, то кто, кто? То есть вы купили, месяц отработало, крякнуло, ну и, в принципе, пиши пропало. Все, что производится, вернее, продается в России, скорее всего, будет точно так же не гарантийный случай, потому что скажут, вы, ребята, не покупали у нас дорогущую воду от 600 до 1500, и, извините, либо платный ремонт, либо замена картриджа основного электродного блока, потому что, в принципе, там ремонтировать, по большому счету, и нечего. Вот, это вот основные нюансы. Плюс допы. То есть допы – это дополнительные какие-то фишки, которые позволяют вам эксплуатировать это устройство с расширенными функциями. То есть, например, в нашем случае у нас есть маска для ингаляции глаз, подробное видео есть на канале, маска для ингаляции кожи лица, это и глаза, и лицо, и дыхание одновременно. Далее у нас есть насадки для активации воды или другой, любой жидкости, любого солевого состава. То есть вы не можете активировать воду через стаканчик, если она дистиллирована. Нету соли, нету взаимодействия между электродами. Наше устройство позволяет вообще не контактировать с электродным блоком. Давайте я тогда отвлекусь на эту тему, потому что она имеет огромное значение. Электродный блок это то, что у нас расщепляет воду на кислород и водород. Водорода у нас две молекулы, кислорода одна. То есть соотношение выходящего газа в нашем устройстве это 67 на 33. 67% водорода, 33% кислорода. И в стаканчиках водородных от 5000 рублей до, пусть будет, 50. Электродные блоки находятся в нижней части. Это две пластины в диаметре не больше 5-6 см. Они имеют сетчатую поверхность и между ними протонообменная мембрана, которая выдавливает кислород в нижнюю часть, а вверх поднимается только кислород. Во время работы, в любом случае, независимо от напыления, платиновое, титановое, какое угодно, происходит разрушение одного из электродов. То есть это 100%. Стандартная физика, никто ее не отменит. Вы, да, можете уменьшить этот распад за счет нанесения небольшого слоя дорогих инертных металлов. Но, опять же, вы не кушаете платину, даже если ложками бы кушали, наверное, скорее всего бы это пагуно отразилось на вашем здоровье. Имейте это в виду. И, соответственно, наше техническое решение не контактирует с той жидкостью, которую вы активируете. Соответственно, у нас весь водород поступает через силиконовый шланг медицинский, через распылитель воздуха, в любую емкость, в которой находится вода, чай, кофе, все что угодно. И вы можете все это активировать с плюс 160 до минус 500-580 ВП. Это очень-очень важно. Подробно, под ссылком в описании, я делал подробный разбор, в чем отличие стаканчиков и нашего технического устройства, генератора водорода Амрита. Едем дальше. Что? Дополнительные опции. То есть, помимо всего прочего, наше техническое решение может выполнять еще функцию спа-капсулы, но в принципе никакой прибор вы в ванну в свою не поместите. В нашем случае, так как у нас электродный блок разнесен с блоком питания на достаточно длинное расстояние и имеют специальные штепсели, вы можете поместить электродный блок в вашу ванну и активировать ванну до отрицательного значения ВП, минус 400-480. С положительным, заметьте, это почти 150 литров воды, если не больше, за 20-30 минут. Это тоже немаловажный фактор, потому что отдельно такая капсула стоит порядка 70 тысяч до всех перетрубаций с ценами и ограничениями. Вот, и таким образом у нас три прибора в одном, что немаловажно. То есть вы получаете водородную воду, вы делаете ингаляцию водорода, вы, соответственно, можете использовать спа-капсулы на выходных, сделать хорошую ванну, и реально ваш кожный покров избавится от токсинов. Вот, помимо всего прочего, не стою на месте, то есть думаю, развиваюсь, а как же, как улучшить одно, второе, третье, и вот из последних таких очень интересных технических решений порядка трех месяцев я использую ночной режим. То есть наше устройство помещается в емкость объемом от 50 до 65 литров, и можно эксплуатировать наш генератор водорода Амрита в ночном режиме. ОПА! То есть стандартная эксплуатация у нас составляет час 30, и вы должны поменять воду, потому что реактор перегревается, потому что 50% у нас уходит в тепло. То есть электролиз высококачественный, никто не придумал. И одно из побочных эффектов — это нагрев. Поэтому вы заменяете воду и продолжаете ингаляцию водорода. Либо ночная версия позволяет эксплуатировать прибор порядка 16 часов. И это круто, мягко выражаясь. Я долго думал, а как это интегрировать стандартный корпус реактора в что-то такое, чтобы это все женилось, скручивалось, раскручивалось. Это, так скажем, пришло это озарение, я это реализовал. Сейчас это устройство стоит впереди меня, за камерой, и оно позволяет мне эксплуатировать генератор водорода Амрита порядка 16 часов. То есть до сна я эксплуатирую во время сна и на утро это все выключаю. Получается, суммарное время доходило до 16 часов. Шикарно себя чувствует. Вот емкость за 6-8 часов дня, когда я не эксплуатирую ее, остывает. И таким образом к ночи, к вечеру я опять захожу в режим. То есть емкость меняется, жидкость в ней меняется порядка один раз в неделю. Ну, последние разы менял два раза в неделю. Но рекомендую раз в неделю менять. Плюс чистятся электроды при помощи лимонной кислоты. И таким образом, знаете, аналогов вообще в принципе не существует на сегодняшний момент. То, что позволяет в доступные деньги расширить настолько мощно функцию, вам не нужно производить больше водорода в каких-то непомерных количествах за очень гигантские деньги. То есть это 300 тысяч рублей стоит устройство, производящее 600 миллилитров водорода. И наше, к примеру, получается 400 миллилитров это 67% водорода и 33% кислорода. То есть, как минимум, два устройства наших равняется устройству по производительности, которое стоит от 300 тысяч на Алиэкспресс плюс 30% в таможне. Гарантия непонятно кто. И еще такой немаловажный фактор, на который я обратил внимание, когда общался с большим количеством людей, которые ко мне обращаются со смешными направлениями, с водородными технологиями, с ингаляциями, я заметил, что китайцы начинают халтурить. То есть они делают стандартный электролизер, который используется для плавки металла, для резки металла. То есть это пластина, резинка, пластина, резинка, то есть силиконовая. И вот такой вот пирожок, бургер. И туда заливается просто дистиллированная вода, но туда сразу с завода добавляется калий-уаш. То есть это очень мощные щелочи, которые позволяют не разрушать электроды, вода не мутнеет, не цветнеет, но вы туда на протяжении всей жизни добавляете просто дистиллированную воду. Но нигде я не видел, не читал, потому что точно знаю, что если переборщить, например, с содой, у нас сода сыпется на литр, литр тридцать всего лишь где-то меньше двух грамм. То есть это на кончике чайной ложки. И наше устройство начинает эксплуатироваться, запускаться, работать. То есть нам не нужно большое количество соды. Забегая вперед, вернее назад, я расскажу, что когда изобретал разные технические устройства, некоторым устройствам требовалось большое количество соды. И когда доходит до одной ложки, прям реально пересушивает горло. Это прям чувствовалось, высушивало всю слизистую. Это было ужасно. Поэтому те химические добавки, которые делают китайцы вот в этих нестандартных, не специализированных устройствах, они весьма-весьма, на мой взгляд, ну, чреваты для здоровья. Потому что какие там примеси попадают вместе с расщеплением воды, никто не знает. То есть, и это, как бы, на мой взгляд, как минимум, не технологично, не гигиенично, ну, как бы, и причиняет вред вашему здоровью. Поэтому обращайте внимание, даже если там написано двойная протонно-обменная мембрана, там, заливать только дистиллированную воду, опаньки, тут уже нужно задуматься. Если простая дистиллированная вода, значит, весьма-весьма вероятно, что там просто стоит обычный электролизор, туда забубенили стандартного калий-уаша, и вы получили достаточно незамысловатое техническое решение. Но такое же техническое решение вы можете взять для пайки металла, если, в принципе, вы решили злоупотребить своим здоровьем, там, в три раза дешевле можете купить. Но качество водорода, которое будет выдавать это устройство, но оно не регламентировано для дыхания. Хотя китайцы говорят, что вот от 1000 литров в минуту только такое техническое решение позволит вам получить необходимое количество водорода. То есть, это такие там промышленные, там, для больниц они делают, то есть, мне вот общался с одним человеком, он мне так, такое повествование, то есть, китайцы так вот регламентируют, когда человек не сведущий, он не понимает, то есть, а какие там химикаты у него еще попадают в организм, то есть, как бы одно лечит или восстанавливаем, другое как бы калечит. Ну, это мое личное мнение, я вам просто об этом рассказал, вы уж более внимательно обращайте на это внимание и имейте в виду. Сегодняшнее видео мы завершаем, завершаем, это третья часть, по ссылкам в описании и в комментариях закреплены первые две части, или если вы не смотрели, они дополняют друг друга и идет одна общая нить повествования, как и пришел к водороду. Переходите на наш официальный сайт, на котором мы разместили всю необходимую информацию по поводу генератора водорода Амрита, ссылки в описании, комплектация, если необходима консультация, звоните, пообщаемся, поговорим, найдем оптимальное техническое решение и узнаем, как бы, основные темы, с которыми вы хотите, так скажем, решить, проработать, улучшить качество вашей жизни или что в вашем случае. Дорогие друзья, я с вами не прощаюсь, переходите по ссылкам в описании на наши плейлисты и ваше приключение в мир водородных технологий продолжается.